Комбинируя роскошь и повседневность, каждая женщина создает свой собственный стиль. Найти роскошь, доступную каждому, в эти дни можно на выставке ювелирных украшений ОРО. У нас сегодня проходит, получается, третья международная ювелирная выставка ОРО Экспо 2024. До этого мы уже проводили две выставки в прошлом году, в 2023, которые прошли тоже весьма успешно. Последняя выставка у нас была в декабре. На прошлых выставках нас посещало около 2000 человек. У нас было участников поменьше, чем в этот раз, около 10-15 во втором случае. В этот раз у нас уже около 20 компаний из пяти стран. В основном это, конечно, постсоветское пространство, СНГ, Россия, Казахстан, ну а также у нас есть представители бренда именно из Италии, из Испании, которые у нас реализовываются сегодня. Около 20 участников, на котором у нас очень много зарубежных брендов, много также и местных брендов, что стоит отметить, мы поддерживаем местный рынок и пытаемся содействовать его развитию. Нас поддержали многие наши коллеги, чему мы очень благодарны, поддержали многие местные компании, промышленники, которые именно помогли нам организовать, посодействовали в организации данного мероприятия. В этот раз мы ожидаем около 3,5 тысяч человек, около 20 компаний, я уже сказал. В руках мастеров ювелирного дома Максим Демидов драгоценные камни становятся шедевром, а женщины, носящие эти украшения, чувствуют себя не иначе, как королевами. Привезли коллекцию с изумрудами, привезли коллекцию с турмалинами, очень большая коллекция с цветными сапфирами. Здесь у нас топазы, сапфиры, аметисты, ну и редкие камни, это наша специфика, да, то есть вот аквамарины вы можете посмотреть, турмалин параиба. Евгения не обычный ювелир. Женщина уверена, украшения это не только красота, но еще и средства лечения и инструмент для решения ряда проблем. У каждого человека есть в какой-то сфере какие-то свои вопросы, нерешенные или замедленные. А камни помогают выровнять эту энергетику и ускорить все процессы. У кого-то восстановление здоровья, у кого-то финансовые вопросы, у кого-то личная жизнь. То есть у всех по-разному. Но плюс они еще работают как энергочистерщики. Очень часто мы, каждый, наверное, из нас засоряет свое поле ненужными людьми, ситуациями, событиями и так далее. Они чистят и это тоже. Вот это украшение. Здесь у нас бусина дзы из нефрита, очень редкая. И знак идет в виде такого вот крючочка. Называется денежный ключ. Помогает тем, кто не может накопить деньги. У кого проблема. Вроде деньги зарабатывают, вроде бы они есть, но их как бы и нет. В стенах ювелирного дома Кабаровский тусклый и холодный металл превращается в яркие и сияющие украшения, которые дарят людям радость и счастье. Здесь объединяются традиции ювелирного искусства и актуальные модные тенденции. У них очень интересная разработка от листа до самого ожерелья или украшения какого-либо. Все начинается от идеи, они просто, у них офис, как раз таки, в Костроме. Начинается с рисунка, они сидят, у них такой офис небольшой, сидят несколько дизайнеров, рисуют. Потом каждое кольцо они обрабатывают в программе и 3D-моделирование. Создают на программе. И начинаются очень долгие процессы изготовления. Это 3D-печать, они 3D-печатью занимаются. Также выплавка из воска. С каждым разом увеличивается не только число участников выставки Ору, но и расширяется список продукции, которая представлена на ярмарке. Дебютант этого сезона турецкий бренд товаров для дома Караджа. Новинка – посуда с жемчужным напылением, которая сейчас по своей популярности вытесняет фарфор. Особенно высокий спрос на нее среди мусульман, так как такая посуда считается халяльной, ведь в фарфоре есть низкопроцентное содержание костей животных, а в жемчужной нет. Это у нас получается набор из файнперла. Есть два набора. Набор для завтрака и набор для обеденный сервис на 12 персон. Здесь помимо фарфора идет жемчужное напыление, за счет чего даже при тусклом свете идет такая молочная яркость, что дает хороший вид при сервировке дома. Выставка ювелирных украшений проходит в Бишкеке в отеле «Орион». Посетить ее можно до 9 марта. Часы работы с 10 утра до 8 вечера.